Всем здравствуйте! У нас сегодня в кадре очень интересное растение, которое все у нас давным-давно полюбили и называют его долларовым деревом. Это замиокулькас. Чем интересен замиокулькас? Интересен он больше всего вот такой своей красивой блестящей листвой. И за это мы содержим его в комнате, потому что это и правда красавчик. Замиокулькас это растение, за которым нужен особый уход. Уход достаточно простой, но есть особенности. Особенности как раз состоят в том, что это растение суккулентного типа. А растение суккулентного типа это не название, это его характеристики. Значит это растение в своих вот таких толстых листьях накапливает большое количество воды и значит ему надо редко поливать. И это вот это не стволики, не ветки, это все-таки листья. Вот это все от самого начала до самой макушки это лист. Поливать его нужно редко по мере подсыхания. И по мере подсыхания не первых двух сантиметров вот этого верхнего слоя, а по мере подсыхания почти половины горшка. Тогда ваше растение еще не успеет потерять тургор, не успеют сморщиться эти листья, но уже успеют хорошенько просохнуть в его картошечке для того, чтобы хорошо мы его могли потом напоить. По освещению Замиакулькас любит хорошее освещение, но не прямые солнечные лучи. То есть свет должен быть достаточно ярким, а можно ограничиться парой часов вот таких прям лучей, где-то вот возле окна, если он в метре в двух стоит. Пару часов светит на него солнышко и этого будет ему достаточно для того, чтобы хорошо фотосинтезировать. Мы должны его подкармливать удобрениями с большим количеством калия и с чуть меньшим количеством азота, а фосфора должно быть в этом удобрении еще меньше. Тогда растение чувствует себя хорошо. Но не перекармливайте за счет того, что он держит в себе большое количество влаги. Он не любит большого количества удобрений. И горшок он любит, очень тесный. Вот мы сейчас его с вами пересадим. Я покажу, как правильно после покупки пересадить Замиакулькас. Во-первых, какой грунт для него мы возьмем? Мы возьмем торфяной, универсальный грунт. Мы, в принципе, пользуемся компанией Петерпит. Грунт нам подойдет вот такой универсальной торфяной. От компании Петерпит подходит вполне. Но чисто в него мы не можем сажать Замиакулькас, потому что мы будем добавлять большое количество разрыхлителей. Мы добавим в него вот такую скорлупу кедрового ореха. Она выглядит вот так. Вот такая. И она очень хорошо. Вообще ее используют как мульчу в основном. Но мы ее стали использовать как наполнитель для грунтов для ароидных. И это прям подходит им. Классно получается. Здесь уже в этом грунте добавлено немного перлита. Но перлит мы можем добавить еще для того, чтобы грунт стал еще более рыхлым, более воздуха и влагопроницаемым. Для чего нам воздух картошки у Замиакулькаса достаточно крупный и плотный. Поэтому если будет воздух к ним подходить немножко, то эти картошки будут чувствовать себя лучше. Немножко добавим керамзита. Вот такой мелкий-мелкий керамзит. Это самая мелкая фракция. Он хорошо подойдет для того, чтобы ваш грунт стал более воздухопроницаемым. Половину пакетика мы добавим прям непосредственно в грунт. Вторую половину мы оставим для того, чтобы сделать дренаж. Добавляем в грунт, который стал уже не таким богатым по содержанию за счет наших разрыхлителей. Добавляем в грунт немножко осмокота. Это пролонгированное удобрение. Вот так, как будто посолили. Ориентировочно 1 грамм на литр грунта. Хорошенько перемешиваем. И осмокот это то пролонгированное удобрение, которое будет питать ваше растение в течение 8-9 месяцев снизу. Надо будет только чуть-чуть сверху добавлять опрыскивание. Вот теперь у нас получился вот такой грунт. Золотое правило. Когда вы сажаете растение, грунт должен при сжимании образовывать вот такой комок, но с него никогда не должно капать. Вот это ваше золотое правило. Вот такой должен быть грунт по влажности при посадке. Все, грунт у нас готов. Сажать мы будем вот в такой горшочек вот такого размера растения. Почему в такой? Потому что здесь есть внутренняя дренажная вкладочка. Как раз подойдет нам сейчас для посадки замиокулькаса. Вот эта дренажная вставка просто идеальна по форме. Вот сюда мы насыпем три четверти керамзита. И сейчас мы сюда как раз высадим наш красавчик замиокулькас. Просто так достать его из этого горшка, я думаю, что нам не удастся. Поэтому нам надо использовать ножницы для того, чтобы вскрыть этот горшочек. Вот так. Потому что если мы начнем доставать, не ломая горшок, то мы испортим наше растение. Поэтому вот чуть-чуть сломали горшок, слегка обмяли, не сильно, сильно не придавливайте. И расшатав, вытащили. Если вы посмотрели внимательно корни, если вдруг вы увидели на корнях что-то не то, что не то, не то это гниль, то тогда мы должны эти гнилые места хорошенечко вычистить и затамповать активированным углем. Мы берем просто обычные таблеточки активированного угля, которые продаются в аптеке. И всегда при пересадке, вот он активированный уголь, вы всегда при пересадке должны где-то что-то припудрить, даже если вам что-то показалось слегка-слегка каким-то не таким. Старый грунт мы очистим, мы его уберем. Освободив картошки. Но не надо делать это агрессивно. Можно удалять не весь грунт, а только его небольшую часть. Вот так подтряхиваем слегка, ну чтобы не царапать, не портить. И корни мы немножко расправим за миокулькасу для того, чтобы ему уже в новом горшке было легче распространять свою корневую систему и заполнять ей горшок. Ведь ваш замиокулькас будет хорошо себя чувствовать, когда вся его корневая система заполнила все отверстия в горшке. Поэтому большой горшок мы не выбираем. Мы выбрали вот такой горшочек. Даже этот, даже многовато. Поэтому мы добавим еще немного керамзита. Поставим растение. Вот так он будет у нас стоять в горшочке. Ровно до тех пор, как он был в старом горшке, не глубже. И еще мы весь остаток керамзита высыпем в боках для того, чтобы ему было легче потом с поливом. И теперь мы вот этот наш хороший грунт, который мы приготовили, мы заполняем им вокруг нашего цветка. Все пустоты, но заполняем так, чтобы не утрамбовывать. Вот так воздушные карманы подтряхиваем и убираем вот таким способом. Вот это наш замиокулькас, который стал вот таким хорошеньким, в симпатичном горшочке. Мы высадили его. Оставили один сантиметр для того, чтобы легче было поливать. Вот один сантиметр пространства между краем горшка и непосредственно грунтом. Вот такой красавец. Теперь мы его ставим в наш горшок. И теперь золотое правило. После пересадки замиокулькас вы будете поливать только тогда, когда вот этот грунт начнет хорошенько подсыхать. Раньше, ну никак нельзя. Из такого размера, вот до такого ваш замиокулькас способен дорасти где-то года за три. Когда вы пришли, если вы купили сразу готовый вот такой большой замиокулькас, пришли домой, открыли его. Посмотрите, вот эти вот обложки, вот эти прилистники надо снять, убрать, освободить растение. Потому что они помогут легкому погниванию, а это нам совершенно не нужно. Итак, когда вы купили ваше растение или уже пересадили его, ему необходима защита от стрессов. Как мы будем защищать его от стрессов? Мы возьмем брызгалку с водой, нальем туда приблизительно стакан воды. И на этот стакан воды мы добавим эпин, потому что эпином мы опрыскиваем, а цирконом поливаем. Эпин мы добавим туда две капельки, прям буквально две капельки. Вот из такого у вас этого пузырька хватит на несколько опрыскиваний. Две капельки эпина. Мы добавим туда далее аскорбиновую кислоту. И чуть больше, чем эпина. Можно треть ампулы. Так. Далее мы добавим туда витамин группы В. Подойдет витамин В1 или В6 или В12. А если В1 и В12 вместе, то еще лучше. Тоже приблизительно столько, сколько аскорбинки. Вот так. И теперь наше средство готово. Это прекрасный антистресс. Но эпин обязателен, просто обязателен. Эпин можно заменить, кстати, янтарной кислотой. И теперь наши растения мы опрыскиваем не в тот момент, когда на них светит солнце, а в момент, когда нет солнышка, либо это вечер, либо это утро. Продолжение следует...